м привет всем с вами шексон и сегодня будет очередной обзор посылок с китая пришли детские посылки содержимое посылки очень интересная но в общем то я сначала кроме интересной посылку а то что находится интересно увидеть чуть чуть позже так начнем с этой посылки у нас тут что такое у нас тут по моему еще не разъема недавно они приходили разъемы я заказал еще несколько но немного других другого типа разъемов но тоже не пригодятся а для всяких там так вот таким образом то сидел упаковывают как то странно и тут у нас вот такие вот разъема прошлый раз были длинные разъемы в этот раз у нас такие вот более компактные коротенькие что ли так давайте их вскроем и покажу что они себя представляют давайте сейчас достану старый разъем который в прошлый раз приходили так то есть небольшое сравнение сделано у меня недалеко как раз а вот такие вот у нас разъемы просто пришли фишка этих то что они достаточно такие вот длинные искать и что эти компактные в общем то вот чем они отличаются то есть их просто такое количество разъемов как в прошлый раз пять штук и но они более компактные так скажем они более не знаем лучше подойдет для некоторых плат поскольку вот эти длинные резать немного неудобно потому что когда вы режете их одну ячейку вы теряете но тоже и можно использовать их таком предназначении но в общем то заказал чего разъем так сказать разъемы эти для разнообразия думаю они мне пригодятся в общем то такие вот у нас разъемки старых попал берем далее у нас тот посылка честно говоря вообще штука удивительная то что там находится я но совершенно не понимаю тем образом она работает но я не понимаю почему эту штуку до сих пор не используют для охлаждения ладно уже спалился для охлаждения процессоров и подобных вещей это у нас вот такой вот элемент сейчас его достану покажу некоторые может быть из вас уже знают о нем по моему очень интересный стоил он по моему около шести баксов достаточно дорого но за его функцию в принципе можно заплатить так такого у нас элемент вроде бы ничего в нем такого нету да но фишка заключается в том честно говоря точно его научные названия я не помню а скорее всего вы его видите в названии видео или в названии там я не знаю самого а у него в описании но функция в том что у нас есть тут два таких контакта и когда подсоединяем их по контактам с одной стороны у нас будет очень горячо другой стороны у нас будет очень холодная я не знаю как назвать этот эффект опять же но суть я вам передал очень интересная штука а с той стороны с которой будет очень горячо нужно будет по любому представлять радиатор с другой стороны вообще может образоваться даже лед штука очень интересная она сама сделана из закуток на керамического материала по моему но по ощупь очень похож на культа керамику вот таким образом она вот выглядит там хочу с ней попробовать что то поэкспериментировать я постараюсь снять видео но по не понял почему подобные вещи не используют для охлаждения если ее минусы в том что она очень сильно охлаждает она охлаждает прям до состояния процент заморозки то есть если тут капнуть каплю воды то она замерзнет превратится в лед или с другой стороны она вообще расплавится но перегревать эту штуку нельзя потому что если вы перегреете она быстро выйдет из строя но вот такая вот у нас штучка а вот как ее название так а получается 127 06 штука по размерам где то 4 на 4 сантиметра достаточно такая по весу весистая грамм 30 40 имеет но такая высистая штука есть такие у нас два провода и подсо 고 не менее полу именно точная полярность то есть можно это подсоединить можно и так подсоединить ее процент просто будут применяться эффекту с одной стороны будет горячо другого холодно поменять полярность будет наоборот а в общем то вот такая вот штуку честно говоря по ум очень интересная часто снег не рискну ну что если мы ее подсоединим о питания помо от трех вольта не идет если мы ее посредим и ее можем испортик и без радиатора ее полибом наш нужно сажать на термопасту процент более я не знаю каким образом это вам даже доказать а давайте докажу что темпу ям еще градусник принесу так мы это все дело прикрепили и теперь можем запускать а вот на градусе на гражданике результат было в комнате 22 стало 27 процент все дело прицепим к нашей батарейке не будем менять и расположение градусника просто сделаем так что мы подсоединим ее так сейчас какой страны у нас было тепло спокойно сейчас у нас должно быть по идее с этой стороны у нас со стороны у нас холодно сейчас по идее должна температура у нас повысится давайте подсоедим посмотрим на результат вернее она должна понизиться вот она понижается и перепутал контакты вот она понижается критиво 26 для охлаждения все таки буду использовать какой нибудь вот этот железный корпус чтобы она встала хотя бы на этот железный корпус и немного охлаждалась с той стороны п 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 в общем то температура начала повышаться спустилась он аж до 19 половиной градусов учитывая что изначально было аж где то 28 градусов райса большая эта штука с одной стороны теплая с другой стороны реально вот сюда вот прикасаешься она холодная прям такой щеника будто она только что из холодильника с этой стороны а с этой стороны теплая вот и именно эффекты показывается давайте попробуем повысить температуру упаковка температура у нас есть повышаться началась до 25 и поднялась это когда я ценил и питание раздумя батарейками идет процесс куда быстрее но эти батарейки разряженные и но не хватило ненадолго потому что как сгибил третий они он начал ее получается остывать и но процесс пошел быстрее кстати батарейки сами по себе очень очень холодные не знаю почему они такие стали возможно какой то тоже на них эффект сдается но почему то батарейки для этого они были теплые но такие относительно то что в комнате не так холодно но они после этого стали какие то холодные ну блин такой щенка будто вот когда звоночкой газ обрызгиваешь такое же ощущение кстати в комнате сейчас на поле то температура 23 градуса а температура уже вросла до двадцати шести и семь и зачем то связано видимо штука когда мы ее включаем эффект пропадает она просто на равномерно распределяет тепло а так вот давайте попробуем подсоединить и им получается нагреть ее что ли но это мы долго этим заниматься не будем потому что штуку это испортить очень легко я бы не хотел и испорт потому что все можно еще делать несколько экспериментов которые мне любопытны давайте так он не видно шо штакой градусник блин и вот так как кое у нас часто это пара спорит оправданности страны будет горячо то есть мы сейчас просто повысить температуру повысим ее где до тридцати и больше трескать не буду потому что штуку можно легко спалить без нормального охлаждения 72 уже видите очень быстро все это дело поднимается а температура быстрее поднимая чем упускают но тоже эффект видим давайте попробуем последний гепатрики посреди насколько сильнее будет результат это только у нас одна батарейка он так быстро поднимал на 1 1 градуса где то в секунды 3 вот так он поднимал где то сейчас с двумя батарейками эффект будет быстрее правда они не в корпусе поэтому мне достаточно трудно их соединять но сейчас я вот у нас уже восемьдесят девять старушек с двадцати год семья то не восемьдесят девять с двадцати семей до почти девяти тридцать пять уже будет тридцать пять год так ведь как она быстро температура то поднимает тридцать один но быстро срочно понимать температуру где то один раз в три секунды на два градуса при двух батарейках вот и батарейки почему подобные системы используются для охлаждения процессоров я вот тоже не понимаю это при помощи этой системы кажется можно избежать холодного получает ой вернее активного охлаждения ну возможно есть и то есть отки минусы может быть она не процент столь долгосрочно что ремонт в ромб до 40 лет огреть тридцать семь тридцать четыре восемь уже тридцать пять уже блин вот реально очень быстро разогревается шестьдесят один вот тут реально вот протокол на глазах все видно как он быстро поднимает управлять чем выше температура тем больше она начинает поднимать нижних член номиналах так скажем она быстро ее поднимает а вот чем выше тем дольше этот процесс происходит тридцать семь не знаю если слышал дальше показывать принципе я думал суть поняли то есть одной стороны горячей другую страну холодно давайте попробуем сейчас все дело быстренько охладить то есть мы быстро меняем контакты тридцать семь метров и охлаждаемые в общем то я думаю судем понятно в том что дальше уже до 20 градусов очень долго она будет пускать то чтобы третий достаточно разряжены думаю что будет питается даже 5 вольт точно не уверен но о штука очень интересная мне прям и не знаю балдею просто вот это тема надо попробовать поэкспериментировать что же с ней можно сделать то попробую ее прицепить нормальному радиатору и попробуйте разогрейте до минимума до максимума но насколько я знаю справедному радиатора прицепить можно даже заморозить воду вот до какого состояния она может довести получать температуру но я наглядно показала на что она способна то есть я думаю вы с тем поняли все зависит от полярности то есть кем образом полярностью подсоединили таким образом она будет работать то есть одна сторона положает другой стороны нагревать очень интересные элементы стоил достаточно дорого но очень интересные учитывая его функции просто любопытно было что на что эта штука способна постараюсь сделать поводу не видео рассказать что чего я добился какие результаты допустим у меня получить помощи нее но пока что я удивлен реально она очень быстро работает на крайне мере номинальных температурах в пределах десяти двадцати от нормы она очень быстро разогревает очень быстро охлаждает штука очень реально интересная ссылка будет на нее в описании в общем то вот такая вот посылка подписывайтесь ставьте лайки и в общем то пока м 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